100 дней до столетия. На сайте администрации Каннского района запущен своеобразный обратный отсчет. 4 апреля району исполнится 100 лет. В связи с этим запущен таймер и каждый день на сайте района выходит интересный материал по истории территории. Например, на сайте можно посмотреть, каким был Каннский район до революции. На ресурсе выложили карту, созданную до революции 1917 года. Названия некоторых населенных пунктов пишутся с буквами, которые ушли из нашего алфавита после реформы языка. Заходите и читайте интересные материалы во вкладке «100 лет Каннскому району». Калятки и щедровки. Фольклорный ансамбль «Родничок» устроил святочные калятки для слушателей Народного университета. 9 ноября в Чечиульской библиотеке фольклорный ансамбль «Родничок» и преподаватель Ирина Белугина провели занятия о традициях и обычаях святочного периода для слушателей Народного университета, активное долголетие факультета культуры и искусства. Учащиеся показали мини-спектакль, пели калятки, щедровки, христославные песни. Все слушатели научились танцевать бытовые танцы и каждый вытянул для себя пожелания на 2024 год. Жители Филимонова проголосовали за хоккейную коробку. Она может появиться в селе уже в этом году. Собрание жителей прошло еще в конце 2023 года. На нем обсудили проект новой хоккейной коробки. Более 60 человек, пришедших на собрание, проголосовали «за». Отметим, что нынешняя коробка давно не отвечает современным требованиям, поэтому появление нового спортивного объекта – важная задача. Администрация района планирует участвовать в конкурсном отборе на получение средств на реализацию проекта. В канун Старого Нового года для читателей Георгиевской библиотеки прошел литературный карнавал «Новый год» отметим вместе танцем, юмором и песней. А также в Георгиевской библиотеке продолжаются занятия Народного университета «Активное долголетие». Вверх о монашеской библиотеке в рамках недели «Науки и техники» для детей и юношества прошел час познания чудеса современной науки и техники. Мероприятие было приурочено к 300-летию Российской академии наук. Юные пожарные из Филимонова провели профилактическую акцию «Печное отопление». В частном секторе села ребята провели разъяснительную работу среди жителей о правильном использовании печного отопления, а также раздали памятки меры пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Рубрика подготовлена по информации Пресс-службы администрации Каннского района.